связь какая-то плохая ну тогда отпадает разговор ну слушай вот эта женщина отпадает встреча потому что ничего не получается то у вас нету то людей нету то связи нету не ладится надо дождаться когда у вас хорошая связь будет тогда мы выйдем Игнатий ну вот сейчас разговариваем давай пока сколько успеешь ответишь ну ты каждый раз говорил что у тебя люди есть и никого нету ни разу ни одного человека нет как понимать люди есть это у меня они приходят домой здесь у меня бывают ну в основном я сейчас занятия веду в церкви там по десять по восемь человек вот остаются после службы и я занимаю занятия веду по блаженному человеку ладцу и твои книги тоже разбираю ну почему ни одного человека нету ни разу ну как ни разу вот здесь вот женщина которая вопрос задана здесь вот вот хоть одну хоть одну хоть одну раз сейчас добрый день ну давай сейчас по порядку ну какой связь то у тебя что там компьютер такой почему так плохо я тебе говорил у меня планшет тут место такое в чем дом у него вот как-то вне зиме не знаю перерывами ну ладно говорите ладно я хочу я хотела вас спросить я работаю в парикмахерской триглубь женщин и мужчин дед Леша говорит мне нельзя же женщин а это моя основная профессия по жизни ну все да как ей быть Игнатий другой профессии нету а здесь село и вряд ли она другую работу сможет себе найти понимаешь вопрос о в чем вот а у него на руках больная мать на руках у него нет подождите он говорит что запрещено при женщин он правильно говорит правильно говорит а мне что теперь как не стричь ну вы сами решите для спасения это вам вредно а остальное если вы хотите в этой жизни хорошо жить значит стричите по прежнему к церкви это не относится поэтому к вере никаким образом ваш вопрос не относится и поэтому отвечать нечего вам сказал Алексей больше ничего не надо ну понятно все еще Игнатий мы сейчас коротенько быстренько тебя это чтобы ты освободился воскресные дни что можно делать у нас с Валерой спор на этом случае произошел я говорю да ничего нельзя ты сиди словом божьим занимайся вот у нас есть кого посетить больных там туда-сюда в Житогору мы ездим за 50 километров вот эти дела у нас есть сегодня вот только ездили а потом вот эти женщины которые со мной занимаются ну это батюшки как вначале жалуются что я выхожу на связь с тобой они прочитали о тебе какую-то нехорошую рекомендацию вы там меня считают как за сектанта что я выхожу в интернет с тобой общаюсь и как бы батюшку уговаривали чтоб я не стал вести занятия но там двое таких только остальные ходят и ходят с удовольствием и занимаются тоже понимаешь вот такие дела что я должен отвечать а ничего здесь ты отвечать я просто тебе говорю какая у меня ситуация ты библию считаешь библию считаешь ну конечно читаю там написано апостолы пришли а на них говорят эти всесветные возмутители а о Христе говорили как этот обманщик говорил то-то и то-то ну если говорить на слова ссылаться то и Христа не надо слушать и апостолов не надо вопрос в тебе заключается и ты услышал плохо и что от этого сегодня что сто процентов все я это удержусь сто процентов понимаешь все правильно я и продолжаю так же мы сегодня знаешь это Игнатия за счет всего того что вот в Житогоре там было какие изменения в церкви сейчас блаженному феотилат истинному православию у батюшки есть сейчас дьякон во время службы когда это вонмим это ну там это евангельские чтения он выходит к народу с книгой зачитывает на русском языке ты посмотри у нас вот благодаря вот это этим книгам про истинному православию все и батюшка к ним серьезно относится вот этот вот Максим батюшка у нас он благочинный протеерей стал выходить народу не просто там в алтаре что-то все это бубнить что ничего не понятно а выходит к народу и зачитывает евангелие проповеди говорит все считает что очень важно духовное рождение все это преподносит людям ну вот такие вот у нас изменения и большие изменения и ну что хотя бы то что ведут занятия по блаженному хеофиласу это большие изменения же церкви ну ты вот воскресные дни валера спрашивает а да 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 а я не слышал ты внимательно смотри валера спрашивает сегодня все изменится батюшка будет против дьякон против тебя они тебя выгонят из церкви ты приготовься в жизни все бывает и поэтому ты приготовься к самому худому написано и все желающие быть благочестиво будут гонимы если ты благочестиво живешь по слову божию у тебя обязательно будут враги которые будут тебя поносить гнать злословить это твоя награда Бог проверяет тебя на прочность и ты приготовься к этому все я к этому уже готов я примерно так же точно иду да бывает и так вот это самое вот воскресные дни валера спрашивает сосед приходит просит ну помоги мне то сделать или там одинокая женщина там старушка валера у меня света погас ты помоги сделать он не может так сказать ну как в воскресные дни поступать в этом случае ну надо смотреть разумно у него погас свет он сидит без света от него идет отопление и прочее ясно что помочь надо крыша у тебя вот все крыша ветром сорвала идет дождь ну я буду ждать понедельник что ли не делайте написано обычная работа обычная ну надо посмотреть бывает у бабушки крайне необходимо сегодня выкопать в огороде почему больше никого нету у тебя нет свободного времени поэтому перекрестись и начинай скорее помоги воскресный день но это не делай всегда это бывает очень редко ты выбери время в другие дни сделай но бывает именно на воскресенье поэтому надо тут быть очень внимательным для себя ничего не делать для других не делать пока ты не поймешь что это важная работа необходимая и в другое время ее не сделать вот я примерно так сказал что думаю если там может разогревать надо свиньям может и скотом я говорю а скот он в любые дни хоть пост хоть в этой воскресные дни его кормить надо и поить надо это здесь понятно вот ну чтоб это не вошло во все во все воскресные позволения что если так позволено я в следующий раз пойду то-то начну делать чтоб не сорвался и не начал вот воскресные дни работать вот смотри Игнатий если в дорогу допустим мы едем мы опять с Валерой поспорили здесь брать пищу с собой лучше или можно заходить в кафе всякие вот он говорит ничего особенного в кафе я говорю ты зайди в кафе какой там контингент сидит там и матерки все на свете что ты двум днем они сидели такие были пьяные там сидели эти ребята дядь Леша что ты уже преувеличиваешь что здесь такого я говорю ну возьмем давай пирожков в машине поедим ну зачем с ними вот это общение вот это рядом и слушай то вот эти вот вот он говорит да что здесь я говорю знаешь пошли тебе Господь покажи что это не так ну так у меня вырвалось зашли и то что там солдаты пьяные сидят и такие матери и все так как я сказал я говорю убедился теперь все все набрали пирожков разогрели пошли в машину поели пирожки с картошкой поезд сейчас поездные дни вот так было ну ты прав и вот так ему это обретить ну все вот с собой я говорю в дорогу лучше с собой взять еду допустим вот это с собой в дороге еду брать она прав прокиснуть начинали причину вот она прокиснуть может ну набери консервы там булку хлеба вот это зачем это в общественные места потому что там везде мир не любите мир и то что в мире ну везде мир везде вот это покачано на кругом особенно в таких вот в общественных местах питания это и кафешках ресторанах там кроме разврата там ничего нет а в машине в лесополцу заехал там поел летом едем вот такой вот у меня с ним разговор ты знаешь что мы проехали да от Владивостока до Лиссабона 150 тысяч километров и ни разу ни в один ресторан не заходили это уже снег выпадал даже ездили дошли мы в лесополосе делаем печку себе в земле решетка все сами готовим у нас картошка с собой сухари рыбу иногда только купим заедем больше ничего не берем с собой сухари и через месяц вернемся и с собой еще собака и нас трое едем с огромным грузом все время в лесополосах где-то скрываемся машину ветками закрываем и нигде у нас не было ни одного несчастного случая не считая поломки в Швеции все вот точно так я ему все и говорю да вот я говорю не надо вот давай вот так будем ну вот раздражается он немножко недоволен вот что я так слишком категорично вроде что ну я говорю ну как ты хочешь исполнить если хочешь исполнять это с миром никаких не любите мир то что в мире если по необходимости там на работе тебе так и так с ней их шанс и то там вместе не участвовать если колпа сидит курит где-то лучше ее в сторону обойти там отойти самому быть чем с ними вместе это все даже душа она не принимает самому неприятно все это ну правильно потом дальше поездка да правильно все правильно абсолютно все дальше знаете поездки по святым местам получаем ли мы какую-то духовную пользу от этих поездок что вот надо в монастыре помолиться я думаю вообще никакой и люди об этом Люда вот сидит я и говорю это просто не был открыт Люда вот я говорю это бесполезно все ничего ты там не получишь вот то что мы в воскресенье занимаем в тысячу раз ты больше здесь получишь узнавай вот писание чем там ты простоишь и зряшные деньги скатаешь по этим вот автобусам и все такое ну там такая благодать такая там благодать у нас просто батюшки нет это же как там идет благодать современная благодать вот сегодня у нас вообще был это нету ничего там нету абсолютно сказать что ничего нету нельзя но если выбирать что полезно ты отвечаешь абсолютно правильно и здесь правильно ты в это время дома будешь деньги не потратишь и сделаешь намного больше позанимаешься словом божьим мы никогда вот где ездили нигде не ну заехали какой-то там один храм и прочее дорога все время считали слово божие библия с нами молились мы не меньше семи раз в день и в день мы проезжали тысячу тридцать километров каждую каждый день мы в десять отбоя в два часа ночи подъем представьте какой у нас режим был и мы никуда не ездили не искали потому что не место освещает человека человек — место вот так же я и сказал что не место освещает человека а человек — место дело в том та благодати которую она там получает она у нас в церкви heal эту благодать у нас тоже б aussi рукоположенное на подруг вы тоже вот я не отрезаю я не говорю что там нет ни вообще ни ни там есть причастие там есть исповедь там все это есть там это конечно.. эта благодать Matrixy оттуда пока там это батюшкиров положили, все там есть. Но это здесь, она не выезжая из зоны, может это получить. Зачем катать эти деньги туда? Нет, ну делаешь не в деньгах, но ездить там можно, получается? Ну, получается, ездить можно, она опять у тебя спрашивает. Ну, понимаете, вы ставьте вопрос, что полезно для души? Иоанна Златоуста спрашивает, спрашивает, что лучше, строить храмы, помогать и украшать, или помочь бедному? Он говорит, делайте то, что на Страшном Суде спросится. Про храмы, про монастыри Бог не спросит, а спросит, помог ли бедным, навестил, накормил и прочее. Вот это делайте. Люди едут тысячи километров, ко мне приезжают из Греции сюда. Мы уже все заплатили, поезжайте в Иерусалим, я никуда не поеду. Я поехал только в Америку, когда сказали, что я могу там перед народом выступать по всей Америке. Теперь я поехал и жил там при монастыре. Мне очень понравилось в монастыре там. Рано встают, ночью молятся. Мне нигде не понравилось, а там понравилось в монастыре. Почему? Там люди, там типография работает. Я получил, что хотел. Там иконное у них производство. Надо же, не просто я пришел, лбом ткнулся, а там беседы, встречи, моления. Я приехал не на один день из России, они все создали для меня. Тут все по-другому. А просто так с толпой пройти, поклониться и ехать к другому монастырю. Вы только себя растеряете. Тихону Задонскому одна его, Салтыкова, кажется, помещица, пишет Владыка, благословите меня поехать оттуда-то. Он говорит, ты, голубушка, была уже. Хватит, ты себя порастеряла всю. Сиди дома спокойно. Это Тихон Задонский отвечает вот таким путешественникам. Это бустульманский хадж. То в Мекку, то в Медину тоже. Весь мир ездит. А зачем ехать? Я где родился, там и пригодился. Игнатий, ну все же вот с Марией, с Иосифом, да, они вот, я еще хочу сказать, и с Иисусом, с подростком Иисусом ходили все же на поклонение куда-то, вот как в святое место. Ходили же они тоже вот это вот. Ну ходили, у них был указ, прямой указ от Бога. Трижды в год они дожили приходить вот к этим местам. Это одно единственное место было. А у нас повеления на это нет. Нет повеления никакого, чтобы ходить по монастырям, ездить. Это привыкли люди шататься. Называется шатохи. Беспривязные собаки. Все. Все. Я все это говорю, я все это чувствую и знаю. Понимаешь? А Тюша довольный-то, подтвердили ему все. Довольный, конечно. Он работает, у него видно, что у него продвижение вперед есть. Такие советы дает, и все правильно. Все до одного дал правильные ответы. Это очень редкий случай для православных. Это, видать, наша школа. Это Игнатий. И только одни разговоры за нас. Это только твои... Да, одни разговоры... Они к вам едут, едут, никак не доедут. Одни разговоры только за тебя. Любая встреча, любая с кем разговор, все время за тебя. Все время. Вот что, от тебя столько я получил, мне хватило на всю жизнь, несмотря на все мои падения и все. Мне хватило этого... До сих пор во мне, оно во мне как зациклено, оно не выходит из меня никак. И это все хорошо усвоено. Зазомбировал я тебя еще. Зазомбировал. Я бы еще раз так зондировал. Я хорошо это... Это такой... Зомби такое ведет к спасению, но не лишнее. С тех вылечим, да? Да, с тех вылечим. Да, с тех вылечим. Алексей Егорович, мы с тобой как познакомились-то где? Ты увидел, как я с милицией сурово разговаривал, а ты там был. Ой-ой-ой, говорит, я испугался, говорит. Милиция, когда сбежал преступников, а я давай их там... Говорить просто, вы что делаете? Вы хлеб не отрабатываете. Рядом поезда грабят, и вы не работаете. А я с собаками, в уголовном розыске занимался. Ну и задержался. Да, да. Я это помню. А я любил собак. Помнишь, как моя собака у тебя была немножко? Я к тебе подошел знакомиться, я говорю, а мне вот о Боге бы узнать, мне очень интересно. Хотя братья сказали, вон Баптист, он про Бога знает. Я к тебе и подошел. Он говорит, Баптист, я что-то посмотрел, думал, Баптист вроде с бородой не ходит. И подошел к тебе, начал о Боге, ты меня домой завел, и мы часа три с тобой вот там разговаривали. Надя была, и это очень, для меня это очень, как наяву все. Я помню хорошо. И если бы не ты, Игнатий, я бы давно меня бы не было. Это твое вот то, что учение ко мне до того влипло. Я все время грешу, так я боюсь, и потом мне страх опять к Богу, я возвращаюсь. Я не могу без этого, и все. Она вот сидит во мне, и все. Я не могу без этого никак. И все время я вот этим все, и тебя, если не ты, благодаря тебе только, вот я такой, что во мне все. Спаси тебя, Христос, за все, что я от тебя получил и имею. Дай Бог как каждому. Алеша, ты помнишь палати мои, на которых ты лежал? Я еще как помню. А что за палати? А палати у него такие. Он мне один раз домой не отпускает, говорит, ты сегодня не пойдешь домой, оставайся ночевать. Я говорю, ну как не пойду? У меня там 10, еще это я не пойду. Ты не ходи ты сегодня домой, завтра. Я говорю, еще светло на улице, Игнатий. Пошел, мне два шпунюка встретили. Бандиты разделили меня, до трусов всего обыскивали все. Ну, только лицо не надели. Я пришел, как молиться давай, к нему утром прихожу, как знаете, ну что, натерпелся? Все знал заранее, понимаешь? Ну да. Сейчас говорит, что это, да мне ничего не является, я ничего, у меня никаких пророчеств нет. А я помню, как ты Ловину пророчил, как ты это все скрываешь и стесняешься рассказать все. Ловину, когда ты напорочил, ну в точности все сбылось. Помнишь, атеиста этого? Конечно. Ловин. Ну вот так. Как ты к нему с пирожками в больницу пришел, помнишь? Ну вот. Все я это хорошо помню. Оно у меня на всю жизнь и самые лучшие минуты в моей жизни, я это считаю. Ох. Были. Ну так. Володя там поклон сзади стоит, даже не посмотрит. А это он? Володя, да. Володя, поклон тебе большой. От Валеры тебе большой. Алеша, ты не против? А ты мне, я не. Слушай, у нас все записывается, в интернет выставляется. Ты не против? Нет, нисколько, знаете. Я даже и хочу, чтобы ты выставил. Да. Это лучше, чтобы люди больше обращались к тебе. Дай Бог, чтобы ты. Давай договоримся. Ты на воскресенье, кто пожелает, люди, вот вместе с сестрой, договоритесь, они придут со своими вопросами. Хорошо. Если ты позволишь, в какое время, в это же время... Ты поговори с кем-нибудь, чтобы тебе установили хороший глазок. Тебя очень плохо видно. У меня? Вот сейчас, подожди, я сейчас сяду вот так. Хорошо видно? Ну, все равно расплывщито такое, как будто бы какая-то компьютерная верстка нехорошая. Видишь, все, расплывается кубик. Вот так, вот так. Ну, еще у тебя. Не поймешь, где уши, где глаза. А что вы так не помните? Нет. А тебе меня хорошо видно? Я тебя отлично вижу. Хорошо. Хорошо видно, да? Вижу, как ты когда улыбаешься, когда говоришь, когда что-то. Он постоянно улыбается. Володю видел хорошо. А от Валера ему большой поклон. А вот с Никитой. Это Никита. С Украины. Он с нами. А Никита, но он с Украины. Я слышал о нем тоже. С Украины человек, знаю. Ты заходи на наш YouTube. Там будет стоять вот этот ролик. YouTube. А я все время, товарищ. Так я все время там нахожусь. Так скажи, чтобы помолились о нас, потому что на нас очень сильно нападение со всех сторон, чтобы Господь помог нам с честью все это выдержать с благодарением. Будем молиться. Мы должны молиться друг о друге. Мы вас все время помним. Валентине поклон передавай. Я говорю, Нина тебе поклон. Мы у Нины сегодня были на болячке. Тоже у нее там очень плохо, плохом состоянии. У нее онкология тоже. Она тебе большой поклон. Ей передай поклон. Скажи, пусть она на меня не обижается. Она думала, что я там где-то отдельно буду. Я сказал, Валя тебе все скажет. Я был очень занят. Ты сколько надо, я переговорил. У меня нет времени, минуты свободной. Я понимаю, Я скажу ей. Мы вот только от нее приехали недавно. Да. Ездили. Да. Все, вопросов больше нету? Все? Нет, все, пока нету. Все. Игнатий, к следующему воскресенью в какое время, ты скажи? Ну вот в это время и приходи. Привет. Вот в это время, как сегодня зашел. Ну все хорошо, ладно. Час назад. Час назад отмотай, вот приходи. Ну, 16.30, я не знаю. Вот на один час пораньше. Москву. Как раз будет. Ага, хорошо. Все с Богом. Хорошо все. Все с Богом. Откажу, Игнатий. Володя.